Свой пропуск на самые важные старты четырехлетия в настоящий момент получили чуть более сотни белорусских спортсменов в 19 видах спорта. Представители Брещины среди них 13, но цифры эти не окончательная. Борьба за олимпийские визы продолжается. Розыгрыш путевок на игры завершится в июле. Планируется, что в состав национальной сборной войдут почти полторы сотни спортсменов, которые смогут достойно представить страну на международной арене. Ибрестские атлеты должны и могут внести свой весомый вклад в общую копилку результатов. Мы рассчитываем на победу всех наших спортсменов, которые завоевали лицензии. Потому что, я еще раз хочу подчеркнуть, это наиболее талантливые, наиболее трудолюбивые спортсмены, которые от Брестской области, мы надеемся очень, войдут в состав национальной сборной. А так, конечно, для нас очень перспективно и, может быть, даже традиционно. Мы ожидаем победы и в легкоатлетических дисциплинах, конечно, и все, что связано с греблей, конечно, и в стрельбе. Очень надеемся, что и Павел Костромин завоевает лицензии и тоже будет бороться уже в боксе. Поэтому я бы сказал так, что те лицензии, которые завоеваны на сегодня, они как раз и отражают те виды спортов, которые для нас наиболее перспективны на Брещене. Среди участников пресс-конференции и те спортсмены, которые уже имеют лицензии на участие в Олимпиаде, и те, кто еще борется за право выхода на олимпийский старт. Но и те, и другие в своих силах уверены и готовы показать все, на что способны. Экипаж где-то в том году создали его, четверка такой класс, что его нужно катать. В прошлом году мы как бы доказали, что мы можем бороться с действующими элитными соперниками, командами. Ну, а что ожидать на Олимпийских играх, пока что ничего не скажу. Но скажу, что экипаж хороший, что шансы все, шансы хорошие. Эмоции, в принципе, самые обыкновенные. Готовлюсь. Остался последний отбор, поэтому все силы прикладываю. За эти сто дней пытаюсь уложиться. Все, что можно, выжить из себя. И как можно грамотнее подойти к этим соревнованиям, взять лицензию. Основная задача. Прогнозы – дело неблагодарное. Сегодня сказать, сколько медалей и в каких дисциплинах завоюют олимпийцы той или иной страны нереально. До самих стартов еще больше трех месяцев. Однако поддерживать спортсменов важно уже сегодня. Ведь от морального состояния атлета его заряженности на результат зависит не менее половины успеха. И эту самую заряженность способны дать люди, которые ждут от наших спортсменов громких побед и высоких достижений. Естественно, мы очень надеемся, что вот те труды, которые положены были и тренерами, и самими спортсменами, и, возможно, даже какие-то издержки те, которые несут семьи спортсменов, родные, близкие. Ведь все концентрируется именно на тот момент участия, на тот август месяц, чтобы все-таки человек получил заслуженную победу, добился ее. То, конечно, думаю, что переживают абсолютное большинство людей. И все настроены на победу. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ.